В Чубаксарах стартовал проект «Фотомодель по детски 4». В течение трех месяцев мальчишки и девчонки будут учиться работать в кадре, рекламировать одежду, заниматься хореографией и актерским мастерством. Кто попал в проект и как проходил самый звездный детский кастинг Чубаксар в сюжете Марии Шоклевой. Разыскиваются яркие и непосредственные ребята. Журнал «Деткиц» уже давно пытается разрушить стереотип. Фотомодели умеют не только улыбаться, еще они красиво двигаются, интересно рассуждают и ничего не боятся. Расскажи, с чем и как ты хотел бы фотографироваться? С мамой, с друзьями, на сцене перед российским народом. В пять лет мыслить так масштабно. Арсений точно пришел по адресу. Фотомодель по-детски – это старт. Это стартовый толчок в крутую, классную модельную, фотомодельную жизнь. У нас детки с предыдущих сезонов показывали очень хорошие результаты, уже не только на уровне Чубаксара и так далее. И это меня замотивировало к тому, чтобы сделать четвертый сезон еще круче, еще сильнее, с самыми-самыми лучшими фотографами города и лучшими педагогами. Ученики тоже должны быть лучшими. Поэтому из 50 человек в проект отбирают лишь 14. Мы сейчас хотим повысить свой уровень, поучиться у специалистов, пейзажистов, парикмахеров, фотомоделей. Приехали, поэтому с Камаша, если удачно, если нас возьмут, то мы будем ездить на занятия. Слушай, пожалуйста, почему ты сейчас не улыбаешься? Не хочется. Расстроилась, что ли? Нет, девочка очень серьезная, вот поэтому мы хотим распропаститься, быть настоящей моделью, взявлять титул все-таки победительницы, ну и чтобы корона на голове была. Ну а пока короны на голове у членов жюри. Среди них успешные модели, фотографы, педагоги. Со стороны кажется, что общение сразу со всеми – большой стресс. Однако мы убедились – это не так. Там много тетей было, и я там фотографировалась. А тети добрые или не очень? Добрые. Почему ты пришла на кастинг с распущенными волосами? Думала, так красивее. Красота – это, конечно, понятие относительное. Наносить ли девочке помаду? Мамы уверены – да. Члены жюри – нет. Не гоже девочке в 6, в 7, в 8, в 9 лет приходить с накрашенными губами. Просто там пока еще натуральная красота интереснее, нежели то, что можно нарисовать. Поэтому сегодня у нас Алина отвечает за то, чтобы стирать помаду со всех. Получается лучше, получается интереснее, но направится натуральная красота. Самое главное, чтобы они умели позировать. Я обращаю внимание на харизматичность детей. Чем интереснее ребенок, тем он будет интереснее в кадре. У 14 самых ярких ребят города впереди насыщенные 3 месяца занятий по подиуму, хореографии и актерскому мастерству. А первый урок позирования получили все участники кастинга. Для ослепительной улыбки на фото, надо сказать, кис-кис. Мария Шоклева, Арена Гавилян, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова